Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Я не перестаю удивляться тому, как же много всяких вот этих вот, знаете ли, конфликтов вокруг Мараз Шакура, потому что, ну это просто, блять, один из, наверное, самых противоречивых людей в GTA Sampi, и вот одна из самых главных мразей этого самого GTA Sampi YouTube. И сегодня в данном видеоролике я буду говорить, наверное, слова, которые вы не ожидали от меня услышать. То есть, когда уже даже Брайан Фьюри выпустил по этому поводу видеоролик, я, типа, задумался, блять, ну может быть, стоит встать на сторону Мараз Шакура, потому что, ну, Брайан Фьюри, блять, это такой показатель, это показатель того, что, блять, когда Брайан Фьюри за кого-то заступается или, там, знаете, кого-то осуждает, то нужно, так, знаете ли, немного вставить всё это под сомнение и вставать на сторону того человека, как бы, которого обсирает Брайан Фьюри, потому что чаще всего он несёт такую, блять, поебень, такую ахинею. И, кстати, этот раз также не стал исключением, он, опять-таки, несёт полную поебень, ссылаясь просто на какие-то открытые источники, причём делает это даже, знаете ли, не как-то не смешно, блять, не как-то, а не харизматично, только, так, знаете, голос повышает, да и всё, типа. Но это стиль Брайана Фьюри, ладно, я к этому не буду придираться, так вот, что я вам могу сказать. Ссылочка на мой Телеграм-канал находится в описании данного видеоролика, также Аризона, роли Плей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов, а вся эта, а также другая информация, вот всё это находится в описании данного видеоролика. Итак, Мараз Шакур, на него уже было, знаете ли, столько всяких видеороликов, как он там человек на миллиард обманул, как там ещё всякие штуки были, вот недавно я захожу в один из моих любимых, там, знаете ли, желтушных GTA-самповских изданий, и вот там я вижу то, что гантели что-то там вызывают, Мараз на бой, там ещё какие-то вещи, ещё какие-то вещи, и вы знаете ли, эту новость вот сразу я вам хочу сказать, что воспринимать нужно по-другому. Я знаю всех самперов как облупленных, и абсолютно точно понимаю вот специфику поведения каждого, то есть если Брулёв просто постоянно, когда на него делается какое-то, я не знаю, то ли разоблачение, то ли просто критический ролик, ну и ладно, как можно считать какие-то ролики вообще разоблачениями, когда всё берут из открытых источников, ну да ладно. И всегда вот, когда ты читаешь какую-то новость про какого-то GTA-самп-ютубера, ты примерно должен представлять психотип данного человека, там, знаете ли, его темперамент и так далее, и вот зная Гантелю, можно сказать, что это человек, который постоянно вот опровоцирует, то есть говорит много, просто для того, чтобы как-то там, знаете ли, на него внимание обратили, это свидетельствует о том, что он там писал Ангелу Касадо, и как по итогу он его вынудил всё-таки сделать ролик про себя, но там он ещё, знаете, людей кидал на деньги, да и не только, то есть Влад Гантель такой, знаете, озорной провокатор, то есть постоянно он так осмеётся, постоянно провоцирует, я посмотрел тот ролик, где он опровоцировал Мараса Шакура, и вы знаете, ну это всё выглядело как просто либо какой-то рофл, либо какая-то просто провокация для того, чтобы опять-таки порофлить, потому что тем, я не знаю, тем, чем он оперировал, те факты, которыми он оперировал, это просто настолько смешно, это настолько как-то, я даже не знаю, глупо что ли, что я даже не знаю, типа, ну это же серьёзно, я типа смотрел такой, думаю, бля, ну ты чё, ты типа серьёзно, Владос, ну ты чё, Владос Гантеля, бля, ну столько лет, столько зим, а друг друга знаем, и, бля, таким оперировать, то есть Влад Гантеля что заявлял? Что Марас, он, знаете ли, плохо относится к своей аудитории, ебать ты Америку открыл, бля, Владос, ну ты чё, бля, ну серьёзно, и чуваки это схавали, типа схавали серьёзно, говорят, блядь, Марас Шакур, ты так плохо относишься к своей аудитории, почему, для того, чтобы это понять, вам нужен какой-то чел, который такой, знаете, накачанный, весь такой, о, бля, я накачанный, и вот, говорит очевидные вещи, абсолютно точно, блядь, что вы скажете, если я вам скажу, что, блядь, ну, каждый сам ютубер хуй клал на своих вот этих подписчиков, для него это просто циферка, для каждого, практически, за редким исключением каким-то и то, это, знаете, уже, ну, такое себе, потому что, реально, вот для всех сам ютуберов, то есть это просто циферка, с помощью которой можно зарабатывать деньги, и циферка либо растёт, либо она не растёт, и для того, чтобы она росла, нужно, вот, как раз-таки, заниматься той деятельностью, которой занимается Влад Гантель, у Влада Гантеля это, как бы, прямая, такой, прямой смысл был, потому что все остальные, там, два чела, они вообще, как бы, молчали, там, Брулёв, Лайт Джокер, они, типа, молчат, и не постоянно, вот, Лайт Джокер, как говорил, пока меня не спросят, я, типа, своё мнение выражать не буду, ну, вот, вот так и получается, да, что, Лайт Джокер сидит, там, что-то кривляется на заднем плане, а Гантель с пеной у рта доказывает, что, мараз, блядь, ты был таким же, как я, как Брулёв, блядь, как другие пацаны, а сейчас ты просто, блядь, озазнался, и всё такое, да, блядь, ну, вы чё, серьёзно, блядь, ну, чел на стримах поднял такую аудиторию, я думаю, что он имеет право зазнаться, в любом случае, это его дело, и вот это, вот, знаете, типа, неуважительно относишься к своей аудитории, да, блядь, ну, он с первых стримов так делал, как бы, ну, он же абсолютно не меняется, это ж один и тот же, блядь, человек, я в своих роликах, когда он даже отдал все эти деньги, давным-давно говорил, что мараз Шакур, блядь, не изменился, он стал точно таким же, и вот, знаете ли, вот та ситуация с умершей тётей, ролик есть на моём канале, это всё показывает его вот прямую вот эту сущность, вот эту вот наружность его, и, то есть, Гантеля просто сказал те слова, которые, типа, я говорил, блядь, несколько месяцев назад, если, блядь, не несколько лет назад, ну, то есть, и почему-то к нему все прислушались, я не знаю, в чём правильно, потому что, наверное, аудитория была большая, потому что ещё, наверное, что-то было, ну, это пиздец на самом деле, и, то есть, понимаете ли, в данном случае, как бы это не было прискорбно, да, но нужно выбирать сторону, и тут придётся встать всё-таки на сторону Влада Гантеля, потому что, хоть он и сказал очевидные вещи, опять-таки, провоцируя на какой-то конфликт, но он сказал то, что, типа, я думаю, то есть, его мнение совпало с моим, как бы это ни было странно, и если вот так вот думать, если выбирать, типа, знаете ли, себе друга на... из самп-ютуберов, да, то есть, если другого выбора нет, нужно выбрать себе какого-то друга из вот этих вот самп-ютуберов, то как бы лучше, мне кажется, выбрать Влада Гантелю, то есть, если Марас наёбывает людей всячески, и старается... и старается показать себя таким хорошим, там, знаете ли, на стримах рубит, там, бля, по несколько десятков тысяч рублей, потом чисто, там, якобы помогает людям, да, там, отдавая какие-то сущие копейки, то Влад Гантеля наёбывает и хотя бы это не скрывает, вот за это хотя бы уже можно какое-то... не то чтобы уважение, а просто сказать, типа, да похуй. Тем более, он там, вроде как, эти деньги все раздаёт, вроде как ещё что-то, бля, ну, типа, вообще такое, я не знаю, ну, блядь, не могу сказать, что конфликт высосан из пальца, потому что самп, это, в принципе, уже там весь, блядь, контент из пальца, и вообще вот эти вот, знаете ли, конфликты из пальца, ну, это полная хуйня уже, вот. Вот, ну, опять-таки, то, чем оперирует Влад Гантель, ну, это просто, ну, серьёзно, типа, ну, вы чё, бля, ну, бля, я ж давно уже говорил, блядь, Ангел Касада, я ж давно уже говорил, ну, бля, ну, это странно, это очень странно. Однако, как бы это ни было прискорбно, тут я встаю на сторону Влада Гантеля, вот тех людей, которые, типа, были вместе с ним, ну, как встаю на его сторону, я просто придерживаюсь своего мнения, не более того. И, типа, ну, серьёзно, блядь, Марас Шакур, ну, ты чё, блядь, ну, 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 серьёзно, он, да и, блядь, ну, это настолько лицемерно звучит, типа, бля, свою аудиторию в хуй не ставит, так, блядь, никто не ставит, типа, всем же сами прям абсолютно похуй, они вот чисто деньги зарабатывают, и всё, то есть, сам перестанет приносить деньги, все вообще на него забьют, пойдут там, в GTA 5, там, впрочем, вам же всем похуй, чуваки, ну, вы чё, бля? Ну, вы почему-то за это обвиняете Марас Шакур, я, я не понимаю, то, какая тотально анальная модерация, блядь, у Марас Шакуры, это ещё, конечно, позавидовать надо, это ещё, конечно, да, ой, ну, в общем-то, блядь, чё, мне больше тут сказать нечего, кроме того, что Марас, опять-таки, подтвердил свою такую, знаете ли, гнилую сущность, гнилую такую, знаете ли, наружность, да и больше ничего, я просто делаю этот ролик для того, чтобы как бы это всё забудется, да, но у меня на канале это быть должно абсолютно все события, которые происходят в сампе, в разной степени, важности или хотя бы интересности, они все вот как бы хранятся, складируются на моём вот этом вот канале, и моё мнение по данному поводу, что типа, блядь, ну, не ставят свою аудиторию в хуй и не вставят, кому вообще, типа, не похуй, да, на это, то есть, а все сами, всем сами прям абсолютно точно похуй на свою аудиторию, всем, блядь, поебать, и вот это вот то, что там говорят, уууу, там, братики, там, кинтофарики, там, все остальные, блядь, ну, это ж настолько, блядь, глупо, что, блядь, пиздец, но, тем не менее, Влад Гантеля, можно сказать, сказал правильные вещи, которые давно у всех, типа, уже крутились на языке, которые уже все и так давно знали, но, типа, ну, серьезно, блядь, ну, это настолько никакой повод, что я просто не знаю, то есть, Марас Шакура можно разъебать по многим, типа, фактам, принципам и всему прочему, а у Влада Гантеля тут, как бы, Влада Гантеля тут, как бы, прямая, прямой вообще смысл, к нему Марас давно относится достаточно хуёво, то есть, даже вспомнить эту ситуацию с одним миллиардом вертов, когда Влад Гантель такой звонит, пытается с ним нормально поговорить, а Марас говорит, типа, блядь, да к тебе все уже хуёво относится, типа, ты чё, Владос, блядь, ну ты чё, ты думал, мы с тобой дружим, а нет, блядь, мы ж сампер, мы все такие, мы, как бы, когда лицом к лицу стоим, мы такие все друзья, а за спиной там, как бы, уже сам понимаешь, ну уж извини, да, ну вот уж таков, уж такова наша самперская наружность, ничего с этим поделать не можем, вот, как бы, всё, это, как-то мне тут даже сказать-то больше нечего, если бы можно было, знаете ли, в этом, в этот конфликт приплести другие его конфликты, другие его зашквары, за которые он, по факту, не исправился, то было бы поинтереснее, а так, ну, это максимально скучно, но Брайан Фьюри там, пиздец, конечно, воздух сотрясает, говорит, пиздец, такая порнуха, блядь, ну, это пиздец, блядь, а все эти лохотроны пойти попомогаем людям и так далее, это такая порнуха, ну, Брайан Фьюри, это прям вообще, такой, это, блядь, мой любимый GTA, сам ютубер теперь, это просто, блядь, это человек-парадокс, нахуй, всем спасибо, всем пока.